Халнатолич мой доктор. Он помогает с моей ножкой. Она уже умеет все, кроме одного, выгибаться. Я умею пинать мяч, кататься на самокате. Аппарат нужен, чтобы можно было вытянуть ножку, как вот и эту. Халнатолич смотрит ножку, когда я к нему прихожу. Молодцом меня называет. Я знаю, что он хороший доктор. С Тимофеем мы познакомились, когда он был еще очень-очень маленький. Ему еще не было годика, даже пораньше. Очень расстроенная мама, очень переживающая, как все мамы, у которых у ребеночка что-то происходит не так. Мы достаточно откровенно, как со всеми пациентами поговорили. Я рассказал ей, как надо будет лечить этого человека, что впереди длительный путь, который надо будет проделывать с доктором, потому что при лечении таких детей просто не бывает. Процент осложнений, процент сложностей, которые возникают с аппаратом Элизарова на фоне очень больших удлинений, он очень-очень большой. Тогда мы с Кристиной договаривались о том, что, как и со многими другими пациентами, что, к сожалению, в таких ситуациях можно либо довериться доктору и пройти с ним этот путь, осознавая, что могут быть сложности, что могут быть проблемы, что могут быть осложнения, либо не начинать этот путь вообще в принципе. Пообщавшись, обрисовал всю предстоящую картину лечения, что требуется от нас, что требуется от врача, как это все будет. Посмотрел ребенка полностью, то есть оценив полностью физические качества ребенка. Тимофею на тот момент было три месяца, и выйдя от врача, уже на улице, стоя рядом с больницей, я первый раз сказала мужу, что, ты знаешь, у меня после общения выросли за спиной крылья, и я поверила, и появились у меня лучики надежды, что сможем все преодолеть, и что ребенок хочет ходить, бегать, кататься на самокате, ну, обычным ребенком. Кристина очень большая, молодец, как в общем, очень многие мамы детей с подобной патологией, которые открыто смотрят на эту ситуацию, они понимают, что просто не будет, что это сложная манипуляция, и связанная с сложным не только в момент операции, но еще длительный промежуток после нее, когда ребенок вынужден носить аппарат. И, ну, большинство таких детей, с ними удается найти контакты, с ними и с родителями, потом этот путь, он такой, да, сложный, да, тяжелый, но когда есть взаимное доверие, взаимное уважение, в этой ситуации, конечно, все проблемы преодолеваются значительно более просто. Антонич всегда, в любое время готов прийти на помощь, ответить на какие-то вопросы, дать какой-то совет, да, что относительно аппарата, просто относительно Тимофея, ну, всегда человек находится на связи, и я таких, наверное, еще врачей не встречала, настолько вот человечных, настолько добрых, отзывчивых. Ну, это видно, как к нему относятся дети, как он относится к детям. Для Тимофея это как большой старший друг, брат, он очень его уважает, он всегда прислушивается к его мнению, потому что Михаил Анатольевич ему говорит, вот даже в больнице, когда мы здесь лежали, уже после операции были моменты, что Тимоша плакал, ну, прям рыдал, истерики. Я звонила Михаил Анатольевичу, говорю, Михаил Анатольевич, что делать, помогите, пожалуйста. Он приходил, общался с Тимофеем, и как-то вот ребенок успокаивался, ну, они нашли общий язык. Главное, с пончиком разобраться. Да, да. Ага. У меня пончик рыдой. Вам главное, чтобы ты нравишься. Михаил Анатольевич, он больше, чем врач, он человек с большой буквы, с огромным добрым сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok